Мы продолжаем дальше идти вдоль стены к городу, вот. Очень многие зрители, наверное, подумают, что слишком много стен, да? В общем-то, что там показывать? Но я вот как раз решил абстрагироваться, Дурья, от своих умозаключений, надо это кому-то или не надо, интересно это или неинтересно, то, что мы видим. Посмотрите грузовик, да, современный, в масштабе стены. То есть, естественно, ее части. Я решил просто не думать о том, кому это будет интересно, и делать то, что интересно мне. А если вам вдруг по какой-то причине это тоже покажется интересным, то я, естественно, очень буду рад этому. Вот. Эти ниши, которые, я повторюсь, я не знаю их назначения. Здесь, как мы видим, морской клуб какой-то сегодня, да? То есть, ну, это бетон, ясно, уже сегодняшнего дня. Но, тем не менее, это французское какое-то, я думаю, общество любителей моря или еще чего-то там. Якорь серьезных размеров. Вот эта шпилька поперек, она выше меня ростом. Причем солидно выше. Вот. Мы идем дальше. Я постараюсь сейчас еще зайти с той стороны, в цитадели. Вы видите, да, стена римская, она упирается буквально в жилой дом у нас, в котором сегодня живут люди. Есть еще одна арка, то есть вход был. Она совсем в плохом состоянии. И, как вы видите, просто уже обезопасили тут себя. Люди, которые живут по ту сторону забора. Какие-то совершенно нереальные, да, куски камня, которые торчат, как выбитые зубы. И мы видим, да, не отважились люди сломать. Но я вам хочу сказать, что даже при современных средствах сломать эту стену будет, ну, если взрывчатку не использовать, да, допустим, а какой-нибудь отбойный молоток, сломать эту стену будет очень большого труда стоить. даже сегодня. Ну, так, вот это еще один из входов в цитадель. Мы сейчас попробуем обойти ее с той стороны, и там посмотрим, сможем ли мы проникнуть на ее территорию или нет. Естественно, безнаказанно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok